Платон против Кристалла 1-0 Не ждали града голевых комбинаций и теперь Смотрите, во-первых, начинаем со своей половины Начинаем, отдайте им мяч Каждую атаку, совершаемый удар, мы опускаемся на свою Пусть поиграем первый номер Посмотрим, что навяжут, дальше уже будем смотреть По игре и по щу Было и еще одно обстоятельство, которое вынуждало любителей прогнозов Выбирать ставку на меньше Из-за перебора предупреждений этот матч пропускал лучший бомбардир сезона Форвард Платона Игорь Ахмедшин Безусловно, это сказалось на атакующей мощи команды По той же причине Платон не досчитался Ильдара Латыпова, а Голованов и Огаев Буквально накануне избавились от высокой температуры Полноценная подготовка К этому матчу Платона фактически была Сорвана Мы не смотрели никого, кто у них есть, кого нет У нас у самих Панфилов не играл Так в целом игра равна, у них все игроки хорошие Как бы по подбору, поэтому мы настраивались Как обычно, на всех соперников По одинаковому Несмотря на статус главного, матч не вызвал Зрительского ажиотажа Впрочем, самый заинтересованный болельщик все же занял свое место на трибунах Игорь Ахмедшин пришел поболеть за Платон И признался, что целый час, пока его партнеры бились на площадке Провел как на иголках Переживания больше, чем играешь На игре, получается, переживания нет Не переживаешь А вот, когда смотришь, ну Не можешь выйти, и прямо рвется на поле Хочется играть Выбрав тактику игры от обороны, в первом тайме Платон Тем не менее, в этой самой обороне Не действовал безупречно Несколько раз игроки Кристалла получали шанс в выходе один на один И лишь галкипер Андрей Сейкин позволил Платону остаться на плаву А в середине первой плавины сработал главный футбольный закон Не забиваешь ты, забивают тебе Агаев отпасовал на опытного Дмитрия Куликова Удар которого получился не сильным, но очень точным Платон получил преимущество в один гол И сохранил его до перерыва Для Дмитрия Арифьева, капитана Кристалла Этот матч стал первым после дисквалификации Отбыв ее, главный из кристаллических старался как мог Заводил команду, вел ее вперед Однако именно ему была уготована роль отрицательного героя А лавры положительного героя при этом достали Сфанису Закирову Который в начале второй половины все-таки реализовал свой момент и счет сравнял Играть при этом оставалось еще 20 минут Я если честно, в принципе, думал забьем Забьем, и моменты были А потом уже когда свалили Подумал, что можно проиграть Правда голами команды больше не порадовали При этом шансов забить было предостаточно Самый последний из них случился уже за пределами игрового времени За несколько секунд финального свистка Платон свалил в шестой раз И Дмитрий Арифьев отправился бить дабл пенальти Калкипер Андрей Сейкин не стал гадать И среагировал на сильный выстрел капитана Кристалла Сохранив тем самым паритет на табло Боевая ничья 1-1 Я не считаю себя героем Вся команда нас молодцы Нас, получается, двое из-за перебора желтых карточек пропустили игру И, так сказать, может из-за этого и сказалось, что мы не выиграли Хотелось выиграть, поэтому ничья нас никак не устраивает А так, я думаю, игра была равной, все видели 11-й тур в целом получился миролюбивым Кроме Платона и Кристалла, в ничью свои матчи завершили ПСК Юниор 3-3 А также Симбирс и Штальбург Динамо 5-5 Отметим, что для динамовцев этот результат исторический Ведь они наконец-то набрали свои первые очки в чемпионате Этими осечками мог воспользоваться УМЗ, чтобы поправить свое турнирное положение Но неожиданно проиграл в смене 2-3 Мобирейт, хоть и играл тяжело с контактором, но все же победил 4-2 Два гола на счету Вячеслава Мысина Таким образом, Мобирейт увеличил свое преимущество на ближайшем преследователем до 10 очков Отрыв, надо признать, впечатляющий И вряд ли команда растеряет его за оставшиеся 7 туров А вот за подиум борьба как никогда жаркая Даже контактор, который неожиданно опустился на 8-ю позицию Еще сохраняет шансы на призы Все будет зависеть от календаря В ближайшем туре, который состоится 2 февраля, испытания лидерам придется держать команде УМЗ Платон, в состав которого вернется Игорь Ахмедшин, постарается сделать еще одну пробоину в чемпионском Симбирске А смена постарается доказать, что ее последние успехи в виде трех побед подряд вовсе не случайны Обо всем об этом подробнее через неделю в нашем обзоре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok